Ассен Сергеевич, здравствуйте. А текущая эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Добрый вечер. У нас с начала пандемии всего 4223 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки 45 новых случаев. Из них 34 по городу Якутску, 5 в Меганокангалаский район, четверо в Хангаласском и по одному случаю в Нерюнгринском и Ванабарском районах. У нас 34 человека находятся в тяжелом состоянии в реанимационных палатах. Из них 8 на аппаратах искусственной вентиляции легких. За их жизнью борются наши врачи. При этом хочу сказать, что за последние сутки у нас выписано из больниц 179 пациентов после полного выздоровления. Это лучший показатель за все время пандемии. Если сейчас посмотреть в целом по основным показателям заболеваемости, то у нас коэффициент распространения инфекции сократился до 0,7. Должен быть 0,8 для того, чтобы снимать ограничения. Также у нас количество свободных коек больше 50% свободных. И также у нас количество тестирований остается одним из лучших в стране. Более 330 на 100 тысяч населений. Это все позволило нам сейчас внести предложение в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор в Якутске Роспотребнадзор здесь поддержал. Сейчас мы ждем решения федеральной службы уже, центрального аппарата по нашей заявке. Если наша заявка будет удовлетворена, мы на это надеемся, то со 2 июля у нас ряд ограничений по республике будет сниматься. Хочу сказать, какие это будут ограничения сниматься. Во-первых, будет сниматься режим полной самоизоляции для граждан в тех районах, где он действует, кроме лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Для всех остальных режим полной самоизоляции будет снят. Единственное исключение, два у нас населенных пункта в республике, это поселки Удачный и Айхал в Мирнинском районе, где ограничения остаются по самоизоляции, в том числе в этих поселках остаются ограничения для лиц, прилетающих из других регионов страны и из города Якутска еще на две недели. Остальные для всех остальных населенных пунктов республики ограничения для приезжающих, которые у нас действовали, они снимаются, кроме для вахтовых рабочих и сезонных рабочих. Для которых обязательно самоизоляция должна быть обеспечена работодателям. Далее у нас возобновится работа торговых центров без работы на их территориях фудкортов и игровых зон. Также будет разрешена деятельность летних кафе, разрешена деятельность библиотек и музеев, а также туристических баз и баз отдыха. При соблюдении садентарно-эпидемиологических мер всех требований будет разрешена также работа и пляжей организованных. Далее мы будем снимать ограничения со 2 июля в части ограничений работы перевозок пассажиров разными видами транспорта между УЛУСами и внутри УЛУСов. Это касается работы легкового такси, работы пассажирско-автобусного сообщения, а также перевозки пассажиров водными судами, в том числе паромами, маломерными уже судами. Это все у нас в случае, еще раз говорю, получения разрешения Роспотребнадзора Московского, федеральной службы, эти все решения будут у нас в жизнь внедряться со 2 июля. При дальнейшем улучшении ситуации мы считаем, что дальнейшее снятие ограничений, как называемый третий этап, он у нас возможен начиная с 15 июля. Спасибо. Спасибо большое.